Интересно, какие сейчас города и страны. О, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург, Киев. Ой, Киев прекрасно. Харьков, Минск. Минску особый привет. Мы очень за вас болеем, очень болеем. Париж, Одесса. Правильно же Одесса, извините, Одесса. Очень хочется сделать такое Д, Одесса. Одесса, Санкт-Петербург, Ереван. Ереван, мы тоже за вас очень-очень болеем. Париж, Париж. Дубай. Уголдить. Богатая география, да. Да, это замечательно совершенно. Очень хорошо. Напишите еще, откуда вы. Плюсы, слышность, видимость. И наша география сегодня на один час. Петербург, Париж, Лозанна. Ух ты. Слушайте, друзья, знаете, я читаю чат, и понимаю, что как хочется путешествовать. Просто неистово хочется путешествовать. И когда, вот как до ковидные времена, что можно было взять билет и полететь куда хочешь, лишь бы у тебя была виза и какие-то деньги, и полететь в любую страну мира. Но сейчас это невозможно. Так, Зеленоград, Торонто. Торонто, привет. Ох, чашка чая, которая может обернуться бокалом вином. Ну, посмотрим, как пойдет дело, как пойдет наш разговор. Так, Зеленоград, Торонто. Очень рада вас всех видеть в чате. Не слышим пока. На формат на сегодня мы будем говорить, но вы все вопросы можете задать. Петербург. Да, Маша, будет доступна запись. Она придет вам завтра на почту с нашими небольшими подарками от Насти и от проекта Бэнд. Да, конечно, запись будет, разумеется. Испания. Боже. Остров Родрикес. Извините. Слана, я узнаю вас. Вы наша студентка. Я знаю этот остров. Знаю вашу фамилию. Да, очень здорово, что мы сегодня вместе. Очень рада видеть наших студентов, кто уже учился в Бэнд, знает нас и рада видеть новые ники, новые имена. Тоже очень приятно. Так, давайте две минутки подождем еще и будем начинать прям как в ламку. Да, вы, вы, Галина. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Напишите, откуда вы, как вам слышно нас, видно. Для тех только, кто только присоединился, Настя находится в Стамбуле. Я в Москве. И поэтому мы спрашиваем у вас, из каких городов и стран, чтобы понимать, какой мост мы сегодня построили, чтобы поговорить на тему, которая актуальна для всех авторов. Абсолютно для всех. Одесса. Одесса, привет. Петербург, привет. Привет. Привет, Петербург. В Петербурге я жила шесть лет. Для меня это отчасти родной город. Я очень его люблю. Сиэтл. Очень хорошо. А, Нашатрова, тоже вас знаю. Я просто какие-то фамилии с радостью узнаю, что это наши студенты. У нас есть чатики просто в Бенде. И там какие-то фамилии, ники мне знакомы. Да, Аня, привет, привет. Так, нам говорит наш администратор, что мы можем начинать. Восемь вечера. Друзья, всем добрый вечер. Меня зовут Елена Помазан. Я журналист, редактор, колумнист и продюсер школы творческих профессий «Бенд». В Бенде я работаю с первого дня его основания, то есть уже шесть лет. И могу сказать, что Бенд — это вся моя жизнь. Это не просто работа, а то дело, которое меня поднимает каждый день с постели и заставляет двигаться, делать, что-то осуществлять. Мы сегодня, 10 ноября, открываем новый цикл лекций. Это открытые бесплатные лекции, которые будут проходить по вторникам. Скорее всего, у нас уже есть расписание до Нового года. Мы приглашаем людей, с которыми нам интересно поговорить, поговорить на темы, близкие к писательству, близкие к нашей профессии. Почему мы сегодня пригласили Насю Диченко? Нася, привет! Всем привет! Спасибо, что пригласили. Потому что у многих наших выпускников, в нашей школе уже есть рукописи. И следующий вопрос, который возникает почти у каждого студента, который учился в Бенд, либо который интересуется, как писать, как себя продвигать на этом рынке, что делать с этой рукописью дальше, куда идти. Писать на общий e-mail, знать, там, инфо, собачка, название издательства, и ждать, когда тебя пеют полгода, идти сам издат, искать какие-то знакомства, пытаться опубликоваться в сборниках. Вопросов очень-очень много. Если мы говорим про художественную прозу, столько же вопросов возникает, если мы говорим про нон-фикшн. Поэтому подумали, что будет очень актуально пригласить профессионала, пригласить литературного агента, у которого есть кейс успешных книжных проектов, это Настя Диченко, и задать ей все вопросы, которые нас интересуют. Наш регламент работы сегодня будет такой. Мы с вами послушаем лекцию от Насти. Она попытается ответить на все ваши вопросы. Почему попытается? Потому что наверняка будут вопросы к концу лекции уточняющие, какие-то дополняющие. Как автору встретить своего издателя? И как добиться того, чтобы найти своего читателя? После лекции будут вопросы. Вы можете все вопросы писать в чат. Я буду потом модерировать и ваши вопросы озвучивать. И в конце лекции мы хотим вам сделать небольшие подарки. Надеюсь, что приятные. О них мы скажем в финале нашего мероприятия. Поэтому я с удовольствием передаю слово Насте. Сейчас у нас поменяется слайд. Да, здесь немножко о нашей школе, но мы не будем останавливаться, потому что я думаю, что многие наш проект знают. А те, кто проект не знает, будут познакомиться. Проект тут 6 лет. Мы занимаемся курсами для взрослых. У нас большая аудитория и много разных интересных проектов, где мы обучаем писать. Но фикшн, фикшн, жанровая проза. Я думаю, что кому интересно, посмотрят более подробную информацию на сайте. А теперь лекция. Как интересовать читателя и издателя. Открытая лекция. Настя Диченко, Литогенко для вас. Пожалуйста, записывайте и вникайте. Я пока вас оставлю. Лена, спасибо за такое чудесное представление и за такую интересную тему. На самом деле, видя на взгляд продюсера, сразу объединить читателя и издателя в одном предложении. К сожалению, многие авторы не обращают внимания именно на эту связку. О ней мы сегодня очень подробно поговорим. вопросы задавайте по ходу. Как Лена и сказала, мы уделим им отдельное время. А сначала немножко подробнее расскажу про свой опыт. Если можно. Собственно, здесь я могу рассуждать об этой теме от лица издателя с точки зрения издательской экспертизы, потому что 8 лет я посвятила работе с авторами от лица разных издательств, поэтому знаю, как никто другой, как вообще эти взаимодействия выстроены и какие боли есть у авторов. О всех мы сегодня поговорим. И, наверное, самый интересный опыт, который будет вам полезен, это отстройка работы и отбора вообще рукописей в издательстве МИФ, в том числе, в разрезе работы с российскими авторами от лица этого издательства. И моя нынешняя миссия, такая смелая, это сделать рынок более автороцентричным, потому что, на мой взгляд, во-первых, самое время, а во-вторых, такой рынок будет более здоровым и, наверное, немножко такой на западный манер, потому что там, как мы знаем, история с рукописями и с авторами совершенно другая. Писатель – это профессия, в отличие от российского автора, который пока за редким исключением не может зарабатывать на своих книгах, поэтому я, собственно, вижу свои миссии помогать авторам создавать важные книги и, главное, делать это с удовольствием. Немножко расскажу о своих кейсах. Если посмотреть на все эти обложки, то за каждой из них совершенно разный процесс написания рукописей, совершенно разная программа продвижения, но все они стали либо бестселлерами, либо лонгселлерами. И если смотреть изнутри этих проектов, то объединяет их одно. Здесь автор работал в команде с издательством, то есть это была реально слаженная работа, где автор был как полноценный член команды, он высказывал свое мнение, он шел к своей цели и сделал свой продукт более качественным вместе с командой издательства. Тут совершенно разные темы, совершенно разные имена. Кто-то уже состоявшийся автор, как, например, Игорь Манда или Нина Зверева. Для кого-то это был первый проект, как, например, для Анастасии Ивановой или Анастасии Максимовой. Тем не менее, все эти книги ждал успех, и всем этим авторам удалось заинтересовать и издателя, и читателя. Поэтому, когда вы задаете себе вопрос, как же мне заинтересовать издателя, в первую очередь подумайте о том, зачем он вам. И тут мы переходим, наверное, к более еще важному вопросу. А зачем, собственно, я пишу эту книгу? Потому что, если вы не сформулировали для себя свою главную цель, вы не понимаете, зачем пишете книгу, она становится как самоцелью. На самом деле, книга может вам дать гораздо больше, чем просто факт ее написания и просто, не знаю, новый статус автора или писателя. Поэтому не игнорируйте эти возможности. Это очень, во-первых, интересное приключение, а во-вторых, это действительно может изменить и вашу жизнь, и жизнь вашего читателя. Поэтому без того, чтобы сформулировать свою цель, свое это зачем, не приступайте к активным действиям по изданию. Особенно книги лучше и писать, не начинать книгу, не сформулировав свою собственную цель. Но это зачем? Будет, во-первых, помогать вам принимать важные решения, в том числе о выборе издателя, и поможет вам в трудные минуты создания рукописи. Их будет много. Увы, писательский процесс, наверное, как и любой творческий, непрост. Поэтому это зачем? Это такая направляющая, важная, сопутствующая вашему творчеству вещь, которая будет просто вашим помощником и вашей опорой в этом процессе. Так что первый или даже нулевой шаг для любого автора это сформулировать свою главную цель по книге. И после этого вы уже можете понять, какое из издательств, собственно, поможет вам к этой цели прийти. И чтобы заинтересовать издателя, сначала логично его изучить. Самый главный для автора момент – это портфель издательства. Очень многим рукописям отказывают самотеки, просто потому что они не по адресу. Издательство не издает книги вашей тематики. Вы можете быть каким угодно сильным экспертом, либо у вас какой угодно сильный сюжет и прописаны персонажи. Все очень интересно. Но, увы, портфель издательства формируется не случайно. Там очень различные заложены критерии, планы, стратегии. Поэтому ориентируйтесь на то, какие книги издает это издательство и укладывается ли ваша книга в этой тематике. Еще важные моменты, на которые автору стоит обращать внимание, это политика в отношении с авторами и ценности. Ценности, наверное, уже все признают в наше время, что строить какие-то деловые отношения, а отношения автора-издателя – это деловые отношения. Нужно снижать уровень романтизации этого момента, когда многие думают, что издатель – это такой спасительный корабль, который выведет вашу книгу прямиком к читателям и возьмет всю работу на себя. Нет. Лучше рассматривать эти отношения как партнерские. И тут важны, разумеется, ценности издательства. Они не должны противоречить вашим глубинным ценностям и политикам в отношениях с авторами. А когда два года назад я приступала к работе с авторами в МИФе, еще особо не обсуждался этот момент, но сейчас я наблюдаю, что, наверное, уже все крупные издательства расширяют команды по работе с авторами, потому что уже на самом деле все признали, что кроме личного бренда автора книгу мало что может так продвинуть и насколько важен, собственно, контакт автора-задатель, чтобы работать в первую очередь над продвижением книг сообща. Поэтому тут, собственно, важный момент наблюдать за политикой в отношениях с авторами. Это можно делать по соцсетям все тем же. Например, крупные скандалы точно не пройдут мимо вас. Недавно все литературное сообщество кипело обсуждением кейса Полярного, который манипулятивно обращается в своей подростковой аудитории и то, как Аист Минстрим ввело себя в этой ситуации. Не буду вдаваться в кейс подробнее, но такие моменты вы не пропустите, если следите за, собственно, литературным миром в России, как минимум, и услышите о том, как издательство себя ведет. Это все, к счастью, начало обсуждаться. Поэтому не игнорируйте эти моменты, попробуйте пообщаться с авторами, которые уже издавались в тех издательствах, которые вы выбрали, либо просто посмотрите, что они пишут о создании своей книги, все в тех же соцсетях. Итак, вы уже выбрали издателя, ваш список сократился после того, как вы прошли по предыдущим пунктам, и теперь вам нужно изучить, что же важно для издателя, какие требования у него заложены. Во-первых, найдите страницу авторам на сайте издательства. Это, наверное, самый странный пункт, который мне приходится озвучивать, но, тем не менее, многие игнорируют этот момент и сразу начинают, например, рассказать редактора из этого издательства и задавать ему вопросы. На самом деле, любое издательство заинтересовано в поиске авторов, разумеется, пусть такой самотек и внешний поток заявок от авторов редко приносят хорошие результаты в плане будущих вышедших книг и заключенных договоров, но, тем не менее, у каждого издательства свой подход к выбору книг. Они это не скрывают, публикуют на сайте, как им удобно получить вашу заявку или письмо, но есть требования, которые общие для, наверное, всех издательств. Издательский бизнес – это в первую очередь бизнес, поэтому, разумеется, издательство смотрит на потенциал продаж вашей книги. Он в том числе складывается из следующих пунктов, которые вы видите на слайде, но не только из них. Это такие, наверное, основные критерии, на что смотрит издатель. Это ваша экспертиза как автора, либо писателя, если мы говорим о художке. Это ваша аудитория, насколько она вовлечена, насколько она релевантна вашей теме. Это личный бренд, без которого уже вообще никуда не деться. О нем мы поговорим подробнее. И, конечно же, ваша готовность работать. Книга – это очень долгосрочный проект, и на самом деле очень многие авторы думают, что в тот момент, когда они сдали рукопись редактору, заключили договор, все, работа закончена, и потом, когда книга выйдет, просто везде запоют ангелы, затрубят, и будет очень весело и радостно. На самом деле, нет, вас ждет еще очень много работы после того, как вы закончили рукописи, даже после того, как вы заключили договор с издательством. Вам еще предстоит очень длительный, ну, где-то около полугода, процесс производства, где вы будете постоянно на связи с редактором, с верстальщиком. Если повезет, то будете утверждать еще обложку и остальные моменты. И потом, наверное, самый трудоемкий момент – это продвижение книги, где без вас просто ничего не случится. То есть, если автор не участвует в продвижении своей книги, к сожалению, такая схема больше не работает, не получится стать вторым Ивановым, который до сих пор игнорирует публичное общение, или там Пелевиным, который скрывает себя, отменяют читатели. Увы, такая схема уже не работает. Единственное, что продвигает книгу – это личность и личный бренд автора. И тоже важный пункт, о котором мы будем с разных сторон сегодня говорить, это контакт с издателем. То есть, тут важно, наверное, влюбить в себя, команду, в свою книгу, потому что у многих издателей есть такой критерий отбора, как вера в проект. То есть, остальные пункты могут немножко хромать, но вы настолько воодушевленный автор, вы настолько горите в своей идее, и что вы просто заразили всех вокруг, вас поверили и готовы вложить какие-то дополнительные ресурсы, особенно это касается начинающих авторов. В эти моменты, собственно, вспоминаешь, почему важно общаться непосредственно с человеком, с которым ты отправляешь заявку и налаживать с ним контакт. Помните, что если команда вас верит, в вашей книге гораздо больше шанс на успех и после выхода ее тоже и во время переговоров с издателем. И есть очень распространенные моменты, которые фрустрируют, наверное, очень большое количество авторов. У нас не принято отвечать отказами, потому что поток заявок в издательство очень большой и просто нет ресурса отправлять им письма. И вот вы заслали все свои заявки, прошло полгода, никто не ответил, и вы вообще в полной растерянности, я под все требования подхожу, книги на мою тематику издаются, я вообще классный, тема у меня интересная, актуальная, а что вообще пошло не так, почему меня не хотят издавать. Собственно, за те два года, которые я занималась отбором российских авторов для издательства НИФ, я сформулировала несколько очень важных критериев, и на самом деле сейчас я вижу то же самое уже с независимой работе литературного агента, многие авторы хотят передать, диригировать, большинство задач по книге кому-то, кто разбирается в этой сфере, продюсеру или агенту, но при этом они совершают все те же ошибки, о которых мы сейчас поговорим, и, наверное, самый большой фактор в этом всем это неподготовленность актора, то есть проигнорировали выбор издательства, да, разослали всем подряд, очевидно, вы не подготовились, не изучили портфель, это вот все эти отложенные активности, я сейчас запускаю свой блог, я сейчас в ближайший месяц запускаю онлайн-курс, он будет мою книгу продвигать, и вот эти все варианты, которые еще не сбылись, очень многие авторы переоценивают свои силы, издатели об этом знают, они знают, насколько тяжело вообще создавать и продвигать книги, они, собственно, этим живут, поэтому такая неподготовленность может сыграть в минус, то есть издателю проще подождать, когда вы разовьете свой блог, или когда вы, не знаю, запустите курс, еще какие-то активности, которые будут поддерживать вашу книгу в продвижении, такие моменты есть, либо вы просто не знаете, зачем вам эта книга, не понимаете, как и что вы будете с ней дальше делать, а просто у вас желание написать книгу, это тоже легко может отпугнуть издателя. Также есть моменты, на которые автор, увы, не может повлиять, это внутри портфельные истории, да, это, например, планы редакции, когда какая-то тема перестала продаваться, перестала быть интересной, либо ее перегрузили, и редакция решает, что, например, в следующем году по этой тематике не будут издаваться книги, либо там издастся один-два проекта, и они уже выбраны. Тут вы не сможете на это повлиять, казалось бы, издательство издает книги вашей тематики, но не теперь, да, то есть немножко вы, возможно, опоздали, возможно, это связано с трендами, за которыми тоже следует следить, если вы хотите написать книгу на актуальную тему, и почувствовать, действительно ли интересно эта тема широкой аудитории. Еще один момент это внутренняя конкуренция. Частая ошибка авторов, они говорят издателю, подготовились, провели конкурентный анализ, рассказали, что вот у вас есть такой сильный автор, как, например, Максим Баттерев, чей успех очень многих менеджеров волнует, бизнес-тренеров. Вот я написала книгу, это второй Баттерев, все, прям супер-бестселлер, и издатель, когда на это смотрит, он думает, зачем мне второй Баттерев? Зачем мне уводить читателя у автора, с которым у нас все классно, он издает бестселлер с бестселлером, я лучше вложу свой ресурс в него, и, соответственно, буду развивать его линейку продуктов. А на это вы тоже не можете повлиять, потому что, ну, хотя на самом деле можете, вы можете отстроиться хорошенько от того самого автора и показать, что действительно ваша экспертиза уникальна, мы об этом еще поговорим, но это единственный путь, как-то повлиять именно в момент рассмотрения вы уже не сможете. Поэтому важен первый пункт подготовленность. Еще одна большая, прям очень насущная проблема, это нехватка навыка самопрезентации, которая просто очень сквозит во многих заявках. Мне кажется, что это связано с таким трендом на избегание публичности, очень многие начинающие авторы просто стонут и говорят, что я никак не хочу в соцсети, мне это не близко, я вообще интроверт и хочу просто писать книги, ничего больше не делаю. И из-за того, что человек не привык рассказывать о себе, например, через тот же блог, где он бы мог это делать, он стесняется рассказать о себе, не может правильно подать свою экспертизу, если там о нонфикшене речь идет, либо не может хорошо подать свой сюжет своих персонажей, не может рассказать о своей книге просто в силу каких-то внутренних причин, не потому, что он не знает или не хочет о них рассказывать, а история просто о том, что не может. Поэтому навык самопрезентации один из важнейших, на мой взгляд, в наше время, уж тем более для автора, потому что часто только автор влюбляет в свою книгу читателя. И снова мы возвращаемся в контакту. Если вы отправляете заявку или письмо в издательство, то на той стороне вашего письма сидит человек, перед которым проходят просто сотни заявок в месяц, ну или десятки, если это издательство поменьше. Он устал, вероятнее всего, но он при этом не хочет пропускать что-то важное, интересное, и многие авторы как-то выбирают очень, например, грубый тон, да, какой-то комментарий к личности редактора, если вдруг у них завязался разговор, либо просто показывает свое неудовольствие и нежелание выходить на контакт, и, естественно, сразу редактор понимает, что вся работа над книгой будет настолько же тяжелой, насколько им удалось это письмо или это переписка в ближайшие, самое первое знакомство с автором. Поэтому просто оставайтесь собой, оставайтесь приятным человеком и помните, что на той стороне вы говорите с живым человеком, который действительно хочет издать вашу книгу, если она так хороша. Итак, мы рассмотрели те факторы, которые важны для издательства, рассмотрели те причины, по которым иногда отказывают рукописи с высоким потенциалом, либо с соответствующим всем требованиям, но как же действительно заинтересовать, вызвать интерес у издателя, а не просто выйти с ним на контакт. Тут я тоже попытаюсь рассмотреть через такие основные ошибки авторов и через то, как смотрит на каждый из этих критериев издатель. Если мы говорим о теме, вы написали книгу на суперактуальную тему, но при этом издатель говорит, что что-то с ней не так, если вам повезло выйти на диалог с создателем, вы получили хоть какой-то ответ. Авторы, к сожалению, очень часто заужают искусственную тему, например, книга для какого-то определенного профессионального сообщества, для людей определенной профессии. На самом деле людей одной профессии объединяет не так много вещей. Понятно, что есть какие-то общие моменты, книги, но если вы пишете книгу, например, только для продажников, то вы отрезаете очень многих читателей искусственным путем, потому что на читателя нужно смотреть через его боль. Например, не знаю, книга о выгорании, это мощные, актуальные вопросы, вопрос и тема, на нее можно смотреть очень узко и специализированы выгорания только у менеджеров по продажам, а можно посмотреть чуть-чуть выгорания у людей, которых в задачах очень много коммуникационных моментов, которые постоянно общаются с другими людьми. Это уже совершенно другое число, другой срез читательский и в аудитории в целом. И часто авторы сужают книгу искусственно, то есть чем шире вы смотрите, чем более общие вещи вы можете дать, тем выше потенциал продаж вашей книги. Еще важный момент насчет экспертизы. Казалось бы, вы суперэксперт, супервостребованы, либо вы очень сильный писатель, хорошо проработали свою рукопись, но при этом вы все еще не заинтересовали издателем. И тут несколько важных моментов. Во-первых, это уникальное видение, то есть если экспертов в вашей теме очень много или книг на вашей теме очень много, то вряд ли вас удастся просто заинтересовать очередной похожей книгой, добавив очередной голос в то, что уже сказано и подкрепив высказывания других авторов. Без какой-то новаторской жилки вряд ли получится заинтересовать крупное издательство, возможно, более средние игроки будут заинтересованы, но пользуются большой популярностью разумеется авторы с уникальным видением, например, на стыке каких-то профессиональных областей, если мы смотрим на нонфикса и независимый взгляд. То есть если вы аффилированы перед какой-то организацией, вы эксперт, которого знают как представителя какой-то корпорации, например, разумеется, тут будут вопросы, не захотите ли вы продвигать эту компанию, ее ценности, идеи, и тут, разумеется, могут быть причины вам отказать, потому что, опять же, читатель будет смотреть на вас иначе, чем на автора, который говорит о независимой какой-то оценке. Аудитория и личный бренд тут как раз самые важные моменты, и часто авторы забывают, что издатель, смотрит на вашу книгу глазами читателя, глазами той самой аудитории, и почему аудитория важна, тут издатели не обленились, это такое большое заблуждение, что я должен еще и блог свой развивать, еще и о личном бренде, думать, а что вообще делает издательство, издательство вообще-то занимается производством и дистрибуцией, и только вот в последнее время издательство начали брать на себя еще и продюсерские функции, развивать именно авторов, продвигать экспертов, либо писателей, а не их книги, потому что опять же признали, что кроме как личный бренд, ничего настолько же успешно книги не продвигает, и ваша аудитория это те первые покупатели, которые собственно точно купят книгу, которые скорее всего оставят на нее отзыв, если вы хорошо постараетесь, и запустят следующую волну продаж, отзывы в продвижении книг решают, это одна из устойчивых показателей, чем больше у вашей книг отзывов, упоминаний, тем больше людей о них узнает, и в целом этот запас первых читателей, он важен для вас тоже, не только для автора. Также важны мотивированность и четкая цель, тут важно показать, что вам не все равно, почему вы пишете эту книгу, возвращаемся к нашему зачем, к этому важному аспекту, и четкая цель, чем четче ваша цель, тем понять издателю, как с вами выстраивать партнерские отношения, и как вы можете совместно к ней прийти, чтобы не было такой игры с нулевой суммой, а все выиграли, продукт был только более качественным. Про издателя поговорили, давайте теперь обратимся к читателю, что же интересно для него. Разумеется, идея вашей книги тут во главе угла, но для читателя важно и тот момент, чтобы он мог вам доверять, то есть если вы эксперт вашей теме, он должен понимать, что вы независимый эксперт, как мы уже говорили, и в целом, что ваше мнение поможет ему сориентироваться, как-то в этой теме, на которую вы написали книгу, которая интересна вашему читателю, и ему не придется перепроверять за вами, что вы действительно разобрали за него, проделали большую работу, и упаковали весь этот обработанный материал в какую-то удобную для читателя форму. Тут я вынесла даже отдельно слайд просто о важном, это действительно такой большой тренд, сейчас мы все тонем в потоках информации, если вам хочется погрузиться в какую-то тему, вы часто можете быть в растерянности, мне идти на курс, мне читать статьи в медиа, либо книга, и очень многие люди выбирают книгу, как такой первоисточник, и тут для авторов важно фиксировать действительно какие-то события, например, меняющиеся в обществе, и давать читателю такой экспертный взгляд, давать самое главное о том, что ему нужно знать, чтобы сориентироваться в этой теме, несмотря на ее глубину, тут мы можем говорить о очень широких таких на грани поверхностных базовых книгах, и о более глубоких темах для середины пирамиды читателей. Читателю очень важна личность автора, уже, наверное, глупо это отрицать, да, для очень многих это часть произведения, даже если мы говорим о художке, очень многим интересно, как писалась эта книга, если особенно она стала любимой, помогла, поэтому без того, чтобы выходить на контакт с читателем, не получится писать книги сегодня, вы, особенно, если мы говорим для широкой аудитории, если вы пишете книгу для себя, то тут можете выбирать другой путь, но если вы хотите, чтобы она дошла до читателя, придется с ним познакомиться. Читателю вообще очень важен диалог с автором, и тут я бы предлагала смотреть это как на диалог, реальный диалог, а не монолог, обращенный к читателю, как часто видится, вот это развитие личного бренда или ведение соцсетей, такие сопутствующие страхи, на самом деле не забывайте, что любое творчество, оно про диалог, диалог с вашей аудиторией, с вашим читателем, и они могут дать вам не меньше, чем вы дадите им в процессе создания, мы еще тоже отдельно об этом поговорим, о том, как завлечь читателя, о том, как он может вам помочь в процессе, и еще один важный для читателя момент, это писательская кухня, вообще писательство очень романтизировано, очень многие хотят погрузиться в эту сферу, и на самом деле это действительно очень такой большой длительный процесс, очень интересный, я не знаю, называла его приключением, потому что с вами будут происходить невероятные вещи, если вы действительно занимаетесь своей книгой, вы меняете сам, вы узнаете что-то новое, казалось бы, в той сфере, которую знаете, и еще это очень хороший способ погрузиться в ту сферу, которая вам интересна, если, например, вы пишете художественную книгу, да, и, не знаю, о мифологии каких-то скандинавских стран, да, можно очень много узнать, если вы пишете в этом сеттинге свой сюжет, и опять же контакт, но читатель смотрит на контакт именно с точки зрения вашей личности, и этот контакт эмоционален, да, то есть тут автору главное не убирать себя из этой связи, и мы тут уже, я думаю, заметили пересечение в том, как заинтересовать автора и читателя, они действительно есть, если мы так, можно сказать, наложим две эти картинки, которые на последних слайдах посмотрели, то сможем увидеть, насколько это очень близкие вещи, и на самом деле, если автор смотрит на свою книгу именно в разрезе сразу и читателя, и издателя, ему становится гораздо проще. и уже как будто не так много всего нужно делать, Ванесса, можно следующий слайд, и тут на самом деле такая интересная картинка, получается, что автору следует уделять внимание, вообще сфокусироваться на нескольких вопросах в создании книги, да, и в диалоге создательным и читательным. Это, во-первых, глубина погружения в тему, да, если вы пишете какие-то новые миры создаете, да, на страницах своего художественного произведения, или если вы как эксперт хотите рассказать о какой-то фактической теме, да, какой-то реальной истории, то, конечно же, очень важно как можно глубже погрузиться в тему, изучить ее и сделать какие-то собственные выводы. Разумеется, без интересной идеи никуда, это бесполезно кого-то пытаться заинтересовать скучной идеей, наверное, тут не нужно объяснять. Чем шире актуальнее ваша тема, тем больше читателей вы к ней привлечете, поэтому постарайтесь посмотреть на свою тему под таким углом универсальности, да, не отбирайте сами у себя читателя, и посмотрите, да, вообще, насколько вы можете выйти за пределы собственных рамок, собственных границ, собственную экспертизу возможной, посмотреть на смежные темы, на смежные сферы, и найти более широкую аудиторию для своей книги. Как я уже сказала, крайне важны навыки самопрезентации, и не только в диалоге с создателем, но и с читателем, потому что вы ему не сможете ничего рассказать о своей книге, не сможете ничего рассказать о себе и как-то его привлечь, если вы не умеете или не хотите этого делать. И на самом деле, чем раньше вы начнете говорить со своим читателем, тем проще вам будет привлечь потом издателя, потому что есть вероятность, что он вообще сам к вам придет и предложит написать книгу, если вы хорошенько поработаете с читателем. Тут мы уже проводим мостик на вовлеченности в аудитории тоже один из важных факторов везде, потому что читатель, разумеется, хочет быть увлеченным, он не зря подписался на вас, либо открыл вашу книгу, ему хочется глубоко погрузиться в эту тему и ему, разумеется, хочется какого-то личного эмоционального контакта и максимально участвовать в процессе создания книги, каким образом мы еще поговорим чуть позднее. И тут, наверное, такой очень важный момент о личном бренде, о аудитории. Во-первых, вы эту аудиторию своих читателей собираете для себя, для своей книги, а не для издательства. Об этом очень важно помнить и помнить о том, что издательство вероятно само придет, если вы окажетесь востребованным. И о том, что личный бренд это не только коммерческая история, и на самом деле сейчас уже наверное не столько коммерческая история, понятно, что есть инструменты, продвижения в разных соцсетях, они разные, но это в первую очередь ваша личность, ваше я и ваши ценности, без которых собственно никакой личный бренд не заработает, сколько бы вы не привлекли специалистов, пиарщиков, маркетологов и прочее, сколько бы вы не хотели, не знаю, влить бюджетов в это продвижение, это все бесполезно, если за этим нет какой-то личной истории, которая действительно вас самого драйвит, вас самого подпитывает и имеет контакт с какими-то глубинными ценностями, и на самом деле, как только вы начнете делиться этими ценностями, например, в своем блоге, тем больше людей придет к вам, захочет с вами познакомиться, узнает о вашей книге, которую вы, надеюсь, будете рассказывать, да, процесс, потому что действительно такой очень качественный, интересный контент писательской кухни, и привлечете, собственно, читателя, сможете более качественно подойти и к работе над книгой, мы как раз сейчас поговорим о том, как можно работать с читателем, и запасетесь теми самыми первыми покупателями, да, которые потом оставят первые отзывы, которые так важны для издателя, вот, ну, про контакт я, наверное, уже все уши прожужжала, поэтому тут я просто напомню, что важно оставаться собой, важно оставаться человеком, и помнить, что и читатель, и издатель это тоже живые люди, это не абстрактные сущности, и говорить с ними, собственно, на своем языке, наверное, это такая простая мысль, которая многим бы авторам могла помочь в начале их авторского пути, и в начале, на самом деле, работы со всей аудиторией, тоже такой важный момент, все люди это люди, все мы взаимосвязаны, поэтому не стесняйтесь просто пообщаться с этими людьми. Итак, очень много всего, да, поговорили подробно, кажется, что вообще, как вам, не страшно, напишите в чатике впечатление, насколько вообще кажется большим труд, поставьте плюсики, если кажется, что это много, страшно, да, вижу, впечатления отличные, но страшно, и, казалось бы, тут действительно большой объем работы, действительно, автору как-то это нужно вписывать в свою работу, да, и над книгой, и тут важный момент, отнестись к книге, во-первых, как к проекту, и не стесняться, да, делегировать ту работу, которая вам совсем не подходит. Часто это работа над продвижением книг, и какие-то моменты вы действительно сможете делегировать, например, там, общение со СМИ, но не все, потому что, опять же, возвращаясь, кроме как личность автора и его влюбленность, в его тему, в его книгу, ничего так не вовлекает читателя, поэтому помните об этом и выбирайте то, что вам действительно интересно среди всех этих задач, и я сейчас, наверное, еще расскажу о том, как можно работать, да, как можно совмещать как раз отличный указ с авторской интроверностью, как вообще работать с читателем, да, чтобы это было интересно вам самим, и чтобы это не было лишней нагрузкой, а наоборот, помогало двигать проект дальше и писать, собственно, рукопись. Писательская кухня, да, мы уже поговорили о том, что авторам предстоит длительное путешествие, большое приключение, а читателям крайне интересно услышать об этом приключении, и поэтому тут просто призываю как можно подробнее рассказывать о своем проекте, да, о том, как вы пишете книгу, вообще рекомендую в тот момент, когда вы решили, хочу написать книгу для себя, в этот момент открыть любую соцсеть, которую вы любите и пользуетесь ею хоть сколько-нибудь часто, и написать об этом, что вы решили написать книгу, стать автором, и о чем она будет, либо вы еще не знаете, о чем она будет, и, собственно, вести такой, можно сказать, дневник в своей книге в соцсетях, потому что это поможет вам, во-первых, пройти через этот путь, да, более фиксировать какие-то моменты и возвращаться к ним, потому что сложностей будет много, и ваши предыдущие успехи, они смогут вас подстегнуть и оставить на коне, и как только вы начнете об этой кухне рассказывать, вы тут же почувствуете поддержку и сможете наладить тот самый эмоциональный контакт с читателем, поэтому не бойтесь жаловаться, не бойтесь рассказывать о том, как вам тяжело, как не издается какой-то персонаж или какая-то глава, это абсолютно нормально, читатель будет рад вас поддержать, особенно если мы говорим о какой-то близкой аудитории, о ваших подписчиках, о ваших друзьях, приятелях, в семье, вам очень нужна будет эта поддержка, вообще общение это одна из таких составляющих пространств для творчества, такого в широком смысле, и тут важна и похвала, и обратная связь с точки зрения критики, и просто возможность рассказать, кому-то поделиться, потому что это действительно очень большой проект, и очень долгосрочный, очень тяжелый, иногда жутко фрустрирующий, поэтому не пренебрегайте, просто рассказывайте, читайте нам все, как есть, на самом деле рекомендую также делиться и тем, как происходит ваше общение с создателем, иногда бывают какие-то ограничения от создателя, но по факту это тоже такая история, которая делает рынок менее здоровым, когда авторы не делятся друг с другом условиями, скорее всего, вам не разрешат публиковать обложку до того, как она утверждена, не разрешат говорить о каких-то цифрах, но на самом деле, если вам не разрешают, то, скорее всего, что-то идет не так, вот, и стоит задать вопрос своему редактору, почему, собственно, вы не можете о чем-то, о каком-то процессе говорить в своих соцсетях, если авторы будут делиться, рынок будет становиться здоровее, у всех будет открытая честная картинка, поэтому я всех призываю не стесняться рассказывать о процессе даже с точки зрения отношений с создателем, там никаких страшных тайн нету, все работают примерно на одних и тех же условиях, поэтому не переживайте. Еще один вариант, как можно работать с читателем, это исследование. Собственно, ваша аудитория, это ваш первый читатель, если вы пишете какую-то важную тему для этих людей, то очень часто будет полезным спросить у них о чем-то, то есть либо это может быть если книга о психологии, социологии, еще чем-то связанным, просто исследовать как таковую аудиторию, это самая собственно живая интересующаяся этой темой аудитория. Также попросите, не знаю, коллег в вашей же сфере, у кого есть собственная аудитория, тоже позадавать вопросы с моим подписчиком, например, исследовать более широкий спектр, не сужать только до своих читателей, читатель ваш гораздо шире вашего блога, но там самые-самые вовлеченные люди, об этом тоже не забывайте. И можно собственно исследовать как интерес, так и какие-то социальные группы, плюс задавать вопросы о том, что вас волнует в создании книги, и тут мы переходим к следующему пункту, это вовлечение интерактив, читатель с радостью будет обсуждать с вами варианты названий, повороты сюжета, какие-то названия, глав, еще что-то, то есть чем больше вы рассказываете и сделаетесь, тем интереснее, тем ближе вы становитесь и ваша книга для читателей, поэтому тоже если у вас болит какой-то вопрос, не стесняйтесь его спросить, и соответственно тут тоже чем больше у вас аудитория, тем шире и правильнее это мнение будет. Часто автор забывает, когда работает над книгой о обратной связи, кажется, что вот я напишу рукопись и тогда буду о ней всем говорить, на самом деле это неправильно, вы уже поняли, как это смотрится с точки зрения читателя, но можно и над текстом работать более глубоко с теми же самыми читателями, особенно с бета-ридерами, кстати, кто-нибудь знает, кто такие альфа-ридеры, слышали вообще такой термин, напишите, пожалуйста, плюсик в чат, если слышали, так, нет, не знаю, потому что бета-ридеры как-то уже становятся более популярны, но почему-то все забывают, что есть альфа-ридер, да, альфа-ридер это, собственно, тот человек, который прочитал рукопись самым первым, и это вы, это автор книги, да, сам писатель, все верно, и бета-ридеры это, соответственно, те, кто увидел следующую эту рукопись, тут, зачем они вообще нужны, да, это не просто те люди, которыми прочитали вашу рукопись, не ваша мама или лучшая подруга, желательно выбирать бета-ридеров из числа людей, которые разбираются в вашей теме, которая посвящена книга, либо хорошо работать с текстом, потому что главная функция бета-ридера это дать вам качественную обратную связь, развивающую, и направить в каких-то необходимых местах, не пренебрегайте, бета-ридеров точно так же можно найти среди ваших читателей будущих, среди ваших подписчиков, либо среди вашей профессиональной среды, либо обратиться к редактору, есть такие платные услуги, в том числе в моем агентстве есть такая платная услуга, но в первую очередь обратитесь к читателям, потому что они ваша, собственно, главная подмога и опора. И еще большой ресурс это краудфандинг, он набирает популярность независимых авторов, сейчас вообще есть такой тренд на самосдат, и тут опять же чем больше у вас аудитория, тем вам проще будет собрать бюджет на платформе краудфандинга и компенсировать свои затраты на производство, если вы независимый автор, для вас это крайне актуально, потому что все расходы на вас, если вы работаете с издательством, издательство берет расходы на себя, поэтому он менее актуален, но действительно может помочь, например, прийти к договоренности с издательством, или, например, провести какую-то большую пиар-компанию, если у вас социально значимый проект, который требует собственно больших вложений в промо. Что ж, наверное, это все, опять же, повторюсь, что не обязательно каждый пункт из этого использовать, выберите то, что актуально для вас, и по возможности делегируйте то, что можете делегировать, как читателям среди них можно найти волонтера, так и профессионалам. немножко расскажу еще, как вообще, буквально минутку, да, о том, зачем вообще нужен летагент либо продюсер, да, потому что это как раз те люди, и, Ванес, на следующем слайде, да, собственно, широкая такая картинка, да, как мы можем помочь в создании книги, летагент или продюсер, это такой ваш прямой путь в издательский пока еще закрытый бизнес, кулуары, где решаются все вопросы, да, что будет издаваться, в таком виде, да, такие инструменты продвижения решают, об этом все узнает человек сферы, вам в этом разбираться не обязательно, а также летагент сможет вам создать пространство для творчества в таком широком смысле, да, то есть помочь, поэкспериментировать, найти те время, место, способы, которые будут помогать вам творить, да, то есть тут такое почти как муза, можно сказать, где-то агент иногда выступает, будет вести проект, держать его в тонусе, как-то вас мотивировать, решать задачки по подбору команд, по коммуникации и все прочее, и, конечно же, поддерживать, позаботиться, потому что эта поддержка и забота вам очень нужны, потому что творческий проект это такая всегда сложная история, когда всплывают многие комплексы проблемы внутренние и хочется все бросить, но при этом есть ваш соратник, ваш продюсер, агент рядом, который болеет за вашу книгу даже больше, чем вы, поэтому не пренебрегайте этой историей тоже, если у вас есть возможность, то делегируйте задачи профессионалом, и у меня на самом деле все, я, кажется, даже немножко задержалась по таймингу, вот, потом, да, остаемся на связи, как бы, про соцсети было очень много сказано, вот, пожалуйста, мои, если какие-то вопросы после вебинара вас догонят, то обращайтесь, оставила все контакты, будем на связи, Лена, передаю тебе. Спасибо большое, ты знаешь, я слушала с интересом твой вебинар, хотя для меня эта информация отчасти знакома, поскольку мы разработчики курса Non-Fiction, как писатель социальных сетей от постов до лонгридов, но я вспомнила такой нюанс, что мне порекомендовала тебя когда-то Радмила Хакова, многие знают Радмилу, и она мне говорила, что Настя была тем человеком, который смог наладить диалог между Радмилой, крупным, интересным, самобытным автором и издательством. Я подумаю, как это здорово, когда есть некто, кто обладает экспертным мнением, обладает опытом и умеет вот этот диалог наладить, чтобы люди, автор и издатель заговорили на одном языке. У нас в БЭН принципиальная позиция, что мы работаем только с теми людьми, кому мы стопроцентно доверяем и тех, кого мы можем стопроцентно рекомендовать, поэтому Настя Диченко и ее проект, ее как литагента всех нас слушают с удовольствием и порекомендую. И хочу отметить, что эта лекция проходит в преддверии курса нонфикшн. Нонфикшн – это хит проекта БЭНД, один из наших хитовых курсов, который собирает более ста человек, потому что пока это единственный продукт на рынке, который рассказывает все по полочкам про социальные сети, и мы вас не будем учить тому, как полюбить социальные сети, мы вас будем учить тексту, мы будем вас учить тому, что ультракороткий текст на 2200 знаков для Инстаграм, это совсем не то же самое, что текст для Фейсбука, либо ваша экспертная статья на Яндекс.Зен, чтобы она была не какая-то, знаете, проходящая, она должна существовать по всем законам журналистики. Цепляющий заголовок, интересный лид, очень очевидно драматургия журналистка, драматургия в этом лонгриде. Об этом во всем будем говорить мы на нашем курсе нонфикшн, он будет 12 ноября, кто желает, может присоединиться. Друзья, давайте начнем с ваших вопросов, потому что их было много. Спасибо, что отмечаете, что все было по существу. Я думаю, что тема остро актуальна для любого автора. Есть у него рукопись на руках, либо он только предполагает писать, у него есть идея. Все же нужно снять такой, знаете, пиджак снобизма, что соцсети не для меня, пусть этим занимаются пиарщики, маркетологи, пусть это делают. Издательство нет. Мы здесь работаем как одна команда. У вас классный текст, у нас производственные мощности. Мы сливаемся в одну единую идею, и мы продвигаем проект вместе. Поэтому давайте приступим к вопросам. Начнем. Скажите, пожалуйста, какие способы продвижения для социальных сетей больше всего подходят? Здрасте. Тут на самом деле у каждой соцсети во-первых собственные способы продвижения, и тут важно смотреть на выбор с точки зрения аудитории, опять же, то есть если ваша аудитория сидит больше в Инстаграме, вам следует уделить внимание Инстаграму и развивать его. Если больше в Фейсбуке, соответственно, вы идете в Фейсбук и используете те алгоритмы, которые позволяют собственно эти злайды и достучаться до читателя в Фейсбуке. Сейчас очень многие обсуждают ТикТок, насколько там здорово и легко можно продвигать себя, и те, кто не успел в Инстаграм в свое время зайти легко и непринужденно, сейчас пробуют себя в ТикТоке, и это замечательно. То есть тут вам сначала нужно выбрать ту соцсеть, с которой больше вашего потенциального читателя, и потом изучить, как собственно там все работает. Я думаю, нет смысла углубляться в отдельные инструменты, потому что это может по-разному. Я скажу, что про социальные сети мы будем очень подробно говорить на нашем курсе, здесь тоже не будем углубляться, чтобы это не выглядело как реклама, но очень подробно мы будем говорить про визуальный контент с нашими коллегами из Этерс и про тексты для социальной сети, но это не тема сегодняшней лекции. Что касаемо странички с контактами, все контакты Настя будет завтра в письме и ее сайт, и ее инстаграм, и ее прямые контакты, и будут от нас небольшие подарки. С каким объемом материала стоит обращаться к литагенту, Настя? Тут, на самом деле, чем раньше вы обратились, тем лучше, то есть литагент вам нужен для того, чтобы показать прямые пути к вашей цели, поэтому, как только вы сформулировали свою цель, стоит обратиться, например, за консультацией, либо за вариантом сопровождения, который вам доступен, потому что все еще литагенты крайне востребованы у нас просто очень мало на российском рынке, это тоже отдельная боль, вот, поэтому, чем раньше вы сформулировали свою цель, тем раньше вы можете обратиться к литагенту и узнать, как вам максимально эффективно двигаться, собственно, к вашей цели. Вопрос, можно издать или написать, или нету блога? Если позволишь, Настя, я отвечу частично. Коллеги, смотрите, конечно, главное текст, чтобы, кто бы вам не говорил про личный бренд и все прочее, главное текст, текст, который интересен, текст, который актуален, текст, который сделан профессионально, и поэтому, да, книгу написать непросто, люди ходят на разные курсы, берут себе литературных коучингов, книгу издать непросто, поэтому есть литагенты, есть ряд издательств, которые открыты для входа новым авторам, разумеется, мы ставим акценты в нужном приоритете, сначала текст, а потом уже мы занимаемся вашей эмоциональной составляющей в социальных сетях, которую никто это не отменяет, поэтому, конечно, я думаю, что любому издателю, Настя права, можно написать, если у вас классная идея, идея для классной книги, если есть уже для нее синопсис, если есть первые главы, если вы понимаете свою целевую аудиторию, а не блог. Но я думаю, что есть вариант, когда из блога выращиваются очень классные книги, если в блоге потенциал, их интересная тема, такие примеры мы знаем тоже. Права, Лена, те? Да, разумеется, тут блог для вас это скорее инструмент и такая поддержка, очень мощная поддержка в работе над книгой с разных сторон. Разумеется, вы можете обратиться в издательство, еще не имея блога, но это снижает немножко вероятность успеха, но не полностью ее отменяет, абсолютно точно, то есть действительно важнее ваша экспертиза, ваши писательские таланты, особенно в художке, в нонфикшене меньше, потому что там важнее экспертиза, глубокое погружение в тему. Не обязательно заводить блог только ради книги и не обязательно это условие для людей, например, в очень узкой тематике. Если вас знают как эксперта, вас признают в экспертном сообществе, но у вас при этом нет блога в Инстаграме, вы не пропадете и будете все так же интересны. Вот блог это такая мощная-мощная поддержка, но не самоцель, не самоцель. Не самоцель, да, мы тоже подтверждаем, потому что, смотрите, соцсети такой еще, такая лакмусовая бумажка на искренность. Мы не можем быть искренними, делать искренние тексты и давать искренность по щелчку пальцев либо выжимать всякие тексты. Соцсети, на самом деле, они обнажают все. Как, с каким настроением вы пишете, да, пишете вы искренне, либо вы пишете по какому-то шаблону, потому что вам нужно продавать свои эксперты как юриста или свои экспертизы как психолога либо как стилиста. Поэтому, конечно, искренность – это суперважный момент, которому каждому автору про это стоит помнить. Поэтому, если вам хочется написать, черт возьми, у меня не идет сегодня глава, у меня там ждет меня литагент, либо ждет меня редактор, а у меня сегодня не пишется глава, потому что я застрял и не понимаю, как сделать, не знаю, арку героя, не понимаю, как доролить докуминации, и мне нужна помощь. А если вы вместо этого пишете про то, какая погода за окном или, не знаю, какой астрологический прогноз, то, конечно, это не будет работать. Вопрос был здесь интересный, работаете ли вы, Настя, с Украиной? Я так понимаю, что для нас нет ни национальности, ни возраста, ничего, для нас есть только одна единица – творческий человек, писатель. Я правильно понимаю? Я полностью поддерживаю. Да, мы работаем с Украиной, вы можете обратиться к Насте либо к нам в Бэнд. Интересно про личный бренд автора-писателя. Сейчас довольно распространенная история, когда издательство предлагает писать книгу блогеру с 5000 аудиторией. Сколько аудиторий должно быть в блоге, например, Инстаграм, чтобы быть интересным издательству? По моим наблюдениям, если у вас тысяч 30 активных, вовлеченных подписчиков, то, скорее всего, ну, и, разумеется, экспертиза и прочее, то к вам, скорее всего, уже постучались, уже предложили написать книгу. Бывают случаи иные, но в целом уже любое издательство охотится на авторов в соцсетях, потому что, помимо конкуренции за издательство, есть еще очень большая конкуренция за авторов, потому что кто-то, собственно, должен писать книги, издательство само не может взять эти задачи на себя, иначе бы авторы не были бы ему нужны. Вот, поэтому тут главный, на самом деле, не объем, а вовлеченность и релевантность вашей книги, но примерный, как бы, такой ориентир это 30 тысяч, когда уже считается, что, ну, действительно, есть с чем работать. ответ от 30 тысяч пользователей, и, скорее всего, тогда придет издательство к вам лично, мы понимаем, что мы живем не в мире розовых пони, мы живем в конкурентной среде, где есть рынок, да, и, конечно, издатель тоже зарисован в книжках, которые будут продаваться, но, опять же, это не исключает и не умаляет контента, есть разные истории, но все-таки мы топим в Бенде, и, так понимаю, и Настя тоже за контент, мы топим за хорошие тексты, мы готовы этому учить, мы готовы давать экспертизу, мы готовы воспользоваться, но все-таки хороший текст, это правда очень-очень важно. Настя, очень классный вопрос от Дарьи, какие критерии у вас как литагента для определить, работаете вы с этим автором или нет? Я добавлю от себя, были ли случаи, когда ты отказывала какому-то автору в работе с ним и почему? Действительно, приходится отказывать, во-первых, потому что это крайне востребовано, и действительно авторов все больше, поэтому и желающих работать с литагентом или с продюсером тоже все больше, и тут для меня критерии простые, то есть если тема для меня крайне важна, если автор мне близок, у нас с ним тоже классные контакты, я действительно верю в проект, я готова вгружаться в него именно с позиции литагента, то есть чем вообще литагент отличается от продюсера, он получает проценты от дохода автора с книги, если вспомним, что авторы у нас не зарабатывают, это все еще не профессия, то понимаем, что это такая склад проекта, да, на самом деле, то есть гонорар тут не первичен, а у продюсера это, собственно, вариант его заработка, но бывают случаи, когда я и как продюсер отказываю в своих услугах, да, либо ограничиваю то есть каким-то, да, почему, почему ты отказываешь некоторым авторам в своих услугах? Потому что, во-первых, не для всех они окупаются, это важный момент, то есть если я вижу, что автор активный, он готов сам работать над своей книгой, то скорее им порекомендую какой-то консультационный формат, чтобы просто, ну, как бы он не сливал свои-то гоноражи на меня, да, потому что он, опять же, заряжен работать самостоятельно, его только нужно направить. Плюс бывают книги, которые, ну, действительно не приводят автора к цели, да, то есть если ко мне приходит автор, мы сначала обсуждаем его те самые зачем, если я вижу, что книга не приведет его к этим целям, я сразу честно об этом говорю и не подключаюсь к этому проекту, потому что, ну, на мой взгляд, это просто неэтично и непрофессионально, да, мы можем сделать эту книгу, но она будет просто, ну, просто книгой, она не решит тех задач, которые вкладывают авторы, например, частая история, когда тему лучше раскрывать, опять же, через блог, а не через книгу, да, что-то, например, очень быстро обновляемое или что-то остро социальное, да, и лучше выйти на широкую аудиторию и эту энергию пустить нужным руслом, да, а не тратить время автора на книгу, и тут я тоже об этом часто говорю, и у меня такая любимая шутка, что часто мне платят за то, чтобы я отговорила писать книгу, поэтому, если нужно вас отговорить, приходите, расскажу, будет ли она востребована и кем. Друзья, вот хочу сделать один комментарий, здесь пишут о том, что у Радмилы Хаковой 16 тысяч подписчиков, смотрите, Радмила Хакова, насколько я знаю, историю ее прекрасной книжки 147 свиданий, она каждую главу выкладывала в сеть, это был такой сериал книжный, и, собственно говоря, люди ждали этого нового свидания, люди ждали, когда, что там будет происходить дальше, и уже потом возникла книга, то есть обратите внимание, сначала был текст с очень прикольной, классной и эффективно работающей штукой под названием сериал, а потом уже была книга, то есть не было такого сейчас подписчики, а потом, что у вас есть, давайте напишем, не знаю, книгу кулинарных рецептов, нет, не будем здесь представлять акценты, это важно. Где найти хорошего литагента? Но я думаю, что один из хороших литагентов, которым 100% в Бенде советуем перед вами, Настя Диченко, рынок это очень узкий, и мы вам рекомендуем обязательно спрашивать кейсы у людей, которые говорят, что литагент, как у психотерапевта надо спрашивать, где он учился, покажите, пожалуйста, на дипломы, так все-таки люди, которые говорят, что они литагенты, пожалуйста, не поленитесь, не стесняйтесь, спросите у них, какие у них есть успешные кейсы реализованные, потому что рынок маленький, рынок узкий, и есть разные истории, которые мы сегодня не будем обсуждать в прямом эфире, если какой-то есть конкретный запрос, скажем, не в области у Насти, можно написать напрямую, я думаю, что она порекомендует, кому обратиться, если есть такая рекомендация. Настя, кого фоловить в социальных сетях из книжных продюсеров, элитагентов? За кем следить? За мной, подписывайтесь на мой инстаграм, видите, как я развиваю свой блог, тут же, не отходя от касты. На самом деле, есть еще сильные Марина Васильева, продюсер книжный, Лана Басаргина, это именно продюсеры, это не элитагенты, то есть к ним следует обращаться, если книга для вас подразумевает какие-то бюджеты, и она скорее про личный бренд или про очень важную миссию, и, наверное, пожалуй, все. Есть еще Артем Сенаторов, да, вот на Артема еще можно подпишаться, он, в принципе, хорошо рассказывает в своем блоге и про способы продвижения, и про личный опыт именно как автора, потому что у него приличное количество книг уже вышло в разных издательств, поэтому тоже, почему нет? Да, можете ли вы порекомендовать литоген для фикшн? Я думаю, что как раз эти люди, они были из области фикшн, если не ошибаюсь, потому что Марина Васильева, опять же, если не ошибаюсь, она продюсер Алексея Поляринова, если я не ошибаюсь. На самом деле не уверена насчет Поляринова, возможно, да, не скажу, но Басаргина точно работает только с нон-фикшном и с бизнес-литературой, а Марина Васильева, да, да, в том числе, да, Леной Рязановой, мы через нее, да, и познакомились, с Леной тоже, доводилась работать, к счастью, один из замечательных, за Леной тоже следите, она очень здорово пишет как раз про свою книгу, и это такой хороший роллплей, который можно повторить очень искренне, очень воодушевленно. Вопрос, сколько стоят услуги литогента? Литогент работает по оговоренным процентам от вашего дохода, да, а гонорары продюсера очень разные в зависимости от услуг. У меня все есть на сайте, не буду делиться, есть инсайды, да, что такая книга под ключ, это пару миллионов обойдется, да, когда вы полностью делегируете все продюсеру, примерно такие расценки. И, коллеги, последний вопрос, что мы успели сделать небольшие подарки всем, кто остался до конца. Последний вопрос, как защитить авторское право, если выкладываешь в те же соцсети свои главы книги, как здесь работает авторское право? На самом деле нужно просто, если прям вы очень переживаете, да, за то, что вас украдут, это ваша рукопись или идея. Во-первых, насчет идей точно не стоит переживать, они витают в воздухе, и только вы сможете ее показать именно вашим уникальным видением. А что касается банального соблюдения прав, вы можете по почте себе отправить рукопись и зафиксировать дату отправки, либо по почте в России или в международной почте, да, просто запаковать рукопись в конверт и отправить на свой домашний адрес, либо по электронной почте зафиксировать дату, если боитесь, можно еще нотариально заверенный скриншот сделать этого письма, и тогда, если будут какие-то судебные разбирательства, у вас будет подкрепление, что эта книга была написана вами вот в такую-то дату, а тот автор, который хотел ее украсть, он позднее ее обнародовал. Таким образом вы себя защитите. На самом деле авторское право очень интересный такой, такая сфера интересов, сфера знаний, и прям не игнорируйте ее, потому что ваша книга, ваши права это ваша ответственность, вот, и там действительно интересно. Спасибо, кто этот вопрос поднял, потому что мы обращались с этим же вопросом к некоторым писателям, которые работают в БН, что делают они, те, кто сегодня сдается, кто уже сегодня успешен. Да, история про то, что ты сам себе отправляешь письмо по почте и на собственный e-mail, да, это надо делать, если вы хотите себя застраховать хотя бы элементарным образом в области авторского права. Друзья, спасибо большое за вопрос, и надеюсь, что вам было полезно, интересно. Давайте небольшие, спрашивают, будет ли запись вебинара, да, завтра вы получите письмо, где будут все-все ссылки, будет запись, конечно, вы все получите завтра в письме, ищите на почте, если не упала ваша основная почта, посмотрите там, где спам, иногда, иногда, очень редко попадают туда, но бывает. Коллеги, смотрите, мы вам с удовольствием подарим бонусы, скидки на услуги Насти по промокоду BEND, в ее литагенте 10%, он будет действовать месяц, то есть вы можете, если у вас какие-то есть идеи, причем обратите внимание, что на сайте у Анастасии есть услуги как консультативные, когда вам нужно обсудить с профессионалом какие-то нюансы, задумки, так и профессионально, когда вы понимаете, что вам нужна книжка. Завтра в письме придет на почту чек-лист, где вы сможете себя, сможете прогнозировать, как у вас проставить дела синопсиса, и мы с удовольствием от BEND подарим 15% скидку на наш курс «Как писать нонфикшн» от постов до лонгридов, как раз будем учиться любить соцсети, сначала их ненавидеть, потом любить, и писать, писать, писать и писать. Курс начинается 12 ноября, 15% будет работать промокод ровно два дня, так что, кто хочет с нами провести два месяца до Нового года, welcome, и любые вопросы, контакты открыты, BEND открыт, Nастя открыта, спасибо вам за эфир, надеемся, что это было вдохновляюще, что вы уходите от нас в эту ночь с каким-то хорошим чувством, а не с тягостным, что все плохо, все сложно, но нет, нет, главное текст, главное текст, главное желание работать, объединиться в команду творческих, классных людей, которые в вас верят, вас как в автора, ваш потенциал, идти вперед, Настя, спасибо большое, спасибо большое, да, всем, кто присоединился, за классную тему и за приглашение, не знаю, такое напутствие, да, небольшое, дерзайте, пишите классные тексты в соцсетях, в книгах, потому что они действительно нужны этому миру и действительно верьте в то, что вам есть что сказать и не стесняйтесь своего голоса. Да, своего голоса и вашей искренности, потому что ее не купить и не сделать никак. Всего доброго, друзья, до свидания, до свидания, до новых встреч, до нового вторника. Всем пока.